Тайга. Средство от клещей на основе альфа-циперметрина. Недавно я испытывал гардекс от клещей. Ранее были москитол, пикник, клещ-капут и другие аэрозоли с альфа-циперметрином. Все они показали хорошие результаты. А вот каким окажется средство тайга, вы узнаете из этого опыта. В первом эксперименте я рисую препаратом кольцо на бумаге, чтобы проверить, как сильно этот препарат отпугивает клещей. При нанесении средства сразу заметен первый недостаток. Тайга оставляет жирные следы. К плюсам и минусам препарата я вернусь в конце ролика, когда буду подводить результаты. А пока понаблюдаем за первым опытом. В пробирке номер 22 было два клеща. Первый быстро выбежал из круга. А вот второй паразит стал нарезать круги, боясь подойти к обработанной поверхности. В кольце он находился почти две минуты, пока наконец не решился на побег. В следующей пробирке также была пара клещей. И снова один паразит быстро слинял, хотя и притормозил на обработанной границе. А вот второй клещ почти минуту обдумывал свой побег. Но на этом дело не кончилось. Клещи после контакта с препаратом стали вести себя совершенно противоположно. Если первый клещ вначале быстро дал дёру, то теперь он стоял на месте и судорожно трясся. А вот второй, наоборот, стал носиться по бумаге, который не мог сделать. Словно его пчёлы ужалили. Теперь можно перейти ко второму испытанию. Я собираю всех клещей из первого опыта и помещаю на обработанную средством тайга бумагу. Накрываю пробиркой и жду минуту. Клещи явно не рады такому событию и пытаются удрать. Они бы рады забраться вверх. Но дело в том, что циперметрин вызывает судороги у паразитов. И они не могут держаться за стекло. Поэтому они решили найти другой выход и стали поднимать пробирку. И им это удалось. Клещи начали разбегаться кто куда. Но я не дал ему ползти. Собрал в пробирку и оставил на одни сутки, чтобы проверить состояние паразитов. На следующий день оказалось, что один из четырёх клещей находится в удовлетворительном состоянии. Он смог перевернуться со спины и даже немного ползал, хотя и дёргался периодически. Ещё пара клещей бодро шевелила лапками, но перевернуться со спины они так и не смогли. А четвёртый клещ совсем не реагировал на раздражитель. Видимо, он погиб. Настало время самой важной части эксперимента. Как будут себя вести клещи на обработанной одежде. Для этого я на ткань наношу препарат полосой и буду подсаживать паразитов ниже этой линии. Первый клещ шёл очень медленно, но таки смог добраться до обработанной зоны. Он не спеша ползал по ней 4 минуты и смог выйти за пределы обработанной зоны. Клещ справился с заданием, а вот средство тайга его провалило. Следующий клещ был бодрее, но и он пробыл в обработанной зоне целую минуту. Прежде чем препарат смог на него подействовать. Третий клещ отцепился спустя 50 секунд после контакта с препаратом. Четвёртый паразит предпочёл убежать вниз. А последний клещ в этом эксперименте смог пробежать обработанную зону, но через 50 секунд всё-таки отвалился от ткани. Что я могу сказать про средства тайга, проведя эти три эксперимента? Препарат действительно оказывает воздействие на клещей, что видно по изменяющемуся поведению паразитов после контакта. Многих клещей препарат отпугивает. Большинство паразитов отцепляются от ткани после контакта. Но, к сожалению, это средство обладает рядом существенных минусов. Во-первых, его очень трудно нанести равномерно на одежду. Пульверизатор выдаёт тонкую струйку вместо облака. Поэтому препарат наносится на одежду небольшими пятнами. И в защите может оказаться брешь, которую клещ обязательно найдёт. Во-вторых, от этого средства остаются жирные пятна, которые полностью не высыхают даже спустя один час. А когда эти пятна высохнут, то на одежде останутся жёлтые разводы. В-третьих, клещам нужно очень долго находиться в препарате, чтобы средство на них подействовало. А так как препарат наносится неравномерно, то этого воздействия может и не хватить. Поэтому я не могу назвать аэрозоль тайга надёжной защитой от клещей. Впереди у меня будет ещё один тест с препаратом от этого же производителя. Но тот спрей будет на водной основе. Возможно, он покажет результаты получше. Но это будет уже совсем другая история. А этот эксперимент подошёл к концу. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok